Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это FFA-сериал Аж на восьмерых человек. Если вы смотрите этот сериал не с первой серии, то рекомендую перейти к ней. Ссылка на весь плейлист должна сейчас появиться в верхнем правом углу. Белая круглая кнопочка с буквочкой I. Если там ничего нет, то у вас, видимо, отключены аннотации. Снова играем в вашу любимую Сидмерс Цивилизейшн 5, карта Пангея и мне выпала Полинезия. Так как игра получилась длинная, то она разбита на серии. Надеюсь, выходить они будут через день или два после предыдущей. На этом всё. Приятного вам просмотра. Блин, забыл включить запись. Ну, блин, просто компьютер перегрузил. Я уже по привычке, что у меня ОБС всегда запущен. Но всё равно тормоза немножко остались. Вот всё равно, видите? И это даже не от ОБС зависит. Потому что я караваны ещё на производство всё подправлял, потому что вы хотите меня, ДГшки, отрубить мои. Надо же как-то мне выживать в этом тяжёлом мире. Чувор. Так, голосуйте в Грессию. Грессию нормально тогда. Не, ну понятно, что я буду нормально голосовать, но всё же. Сделаю намеки так, как вчера. А как я вчера проголосовала? Не так, как сегодня. Мне лошади нужны, потому что у меня, в общем, штраф появляется за отсутствие лошади. Ну, возьми, у меня, у меня четыре лошади есть. Так, куда-то отступает. Венецианец. Ой. Ну. Так, лечится. Этот побежал. Побежал. Лечится, лечится. А что такое Терти? Это что за юнит? Это испанский. Вместо этих мушкетёров, да? Аркебузировал. Да, Аркебузиров, точнее. Блин, забыл принять... Не забыл, не успел принять предложение. Ну. У него там штраф идёт за эти лошади. Ох, Лёша, нечестное чудеса ты строишь. В смысле, я чудеса вообще не строю. А кто это только что... А, у нас соглашение стекло. Это был швед. Так, золотой век пошёл. Всё. Я думаю, этого флота мне должно хватить. Чтобы разобраться с Венецией. Что у него там с золотом? Приличное у него всё равно золото. Так, Spices, Avery, Wine. Что мне надо из этого? Spices надо. И Ivory. Причём Ivory больше, пожалуй. Блин, почему клетки такие дорогие станут, что-то... Всё равно тормоза идут в игре. Очень неудобно. Неудобно. Я не хочу... Дело в том, что... Города венецианцы, их нельзя ни освободить, ни сжечь. Поэтому я оплыву лучше. Побережём. Так. Ой, блин. Как всё-таки это всё... Как это сказать? На нервы действует. Это отсутствие нормальной работы программы. В любом случае. Так, тут учёные сиди. Тут, что нам надо... Циркус максимум спускай. Синахван. Смешай кучу, подскакивает секундный пункт. Блин, опять. Го. Нет, народ, я не хочу, чтобы вы походили, а я не ходил. Там у меня есть небольшой нюанс. Какой нюанс? Ну, я бы хотел это сделать первым. Короче так, идеологию на этом ходу кто-нибудь принимает? Я нет. Если никто не принимает идеологию на этом ходу, то я согласен зайти. Окей. Ну, я так понимаю, кельт и швед уже приняли идеологию. Я правильно понял? Угу. Я ни на этом, ни на следующем точно не буду принимать. Осталось в Венеции Сиам. Сиам, я уверен, что не будет принимать. Венеция тоже вряд ли. Я не просил по науки, я уже далеко отступил. Ну вот. Это не может не радовать кельта. Так, Оксфорд, знаете, я на что оставлю? Скажите мне, да, походите все. Блин, я говорил, говорил, но телефон у нас включен был. Что ты хотел вам сказать? Число открыть и радио взять. Что у меня тут очень многое печали, так что мне как-то по барабану на науку Сиамы. Я тиши, что он напрясовывает. Да, прессует меня здесь сильно. Я не сказал, ни слова прессует. Прессуну тебе, прессовываю тебе. О, кстати, у меня сейчас как-то тормоза исчезли, между прочим. Это все из-за Нильзо портил. Ну, походу, да. У меня же без тормоза было. Отстаньте от меня. Ты дорогу построил? Не бейте меня. Народ, у нас же там разные культурные победы, мы не выключали же, насколько я помню. Ну, что, кто там еще не походил? Я. У меня там нет. В том плане, что Кельт и Сиам сейчас воюют, я у них спрашиваю. Ну, я еще с Венецией воюю. Какие тебе Венеции говорят? О, кто-то сбросил. Заходите. Ау. Давай, заходи. Ну, давай, заходи. Накуда нашел еще кому подключиться? Я у тебя в друзьях есть. Такова же, что много. Так, куда у меня туда, я некий не помню. На производство галовый, да, производство само. На этом тоже определенная трудность не поиска. Венеция, бываю вот этим мечником против Сиам. На болоте его побей, там, или что-то еще. Да, могу. Может быть, не стоит? Ну, я с тобой даже не торгую. Кстати, тебе, Швеция, лучше передавать юниты не через меня, а через Вильнюс. Смотри, тут такая равнина. А я так и делаю. Ну, тогда это как-то через меня все шло. Вот там обычно была концентрация войск большая. А пришлось переходить. Смотри, а сейчас как там у Сиама дела творятся. Ну, в принципе, неплохо. Ну, он город еще не взял до сих пор. Военные дела. Или взял он город? Это нельзя. Я не взял он ничего. Ну, так, что ж тут хорошего? Что-то ниндзя все желтые и желтые. Какой-нибудь он нормальный. Да, ниндзя заново давай. Есть у кого сбросить? Кикнули ниндзя. Я сам нашел. Так, сейчас. Ну, как? Еще нет. Погоди, не буду, чем сбросить. Юнита. Все, заходи. Так, вернулись в игру опять. Очередную сеть. Все на свете нужно купить, кроме культуры. До последней политики. Так, у меня ходят юниты. Ой, о чем? Это прям сильно, что ли? Да, у меня тоже ходят. А, нет, это Германия принимает. Все, я додумал. У меня состав у Ниц и не ходят. Михаил ходят юниты. Кому-то хочу. У Кельта ходит, но я могу выйти. Перезайди по-быстренькому. У Кельта не ходят. То есть, Сэм, ты не ходи там, если еще. Да, пока не воюем. Меня обстреляли из Дублина. Это вообще как-то. Ну, все уже, так Михаил уже вошел. Так мы же ходим уже, да. Ты имей в виду, как только входящий человек стал зеленым, значит, пошла игра дальше. Я вспомнил этих живых мертвецов, как этот сериал называется, ходячие. К чему ты это вспомнил? Ну, это про то, что как только ходячий начал ходить. Что, пропускаем? Не, нет, погоди, погоди. Подожди, да. И вообще можно, кстати, было бы, да. Перейдем, заканчивай, скажи, будешь заканчивать. Михаил, ладно. Ну, я готов. Подожди, подожди, подожди. Я еще не походил. Я не пропускаю. Как заканчиваешь, говори. За три секунды. Все? Нет. 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 Что, все находили? Нет. Блин, ушли, да, конечно, город называется Гирка. Гирка, пиво. Какая-то, наверное, закончатся юниты-то. Все. Что, я нажимаю? Ну что, будет рассинхрон, как думаете, или пройдет? Будем надеяться, что пройдет. Да е-мое. Так, я хожу. Я хожу. Ниндзя, главное, ты ходишь? Я не хожу. А, ну, значит, все-таки перезайти надо, Михаил. И я не хожу. Миша, занимайся. Перезайся сейчас. Деваем на тебя банить не будем. Так, пока построим домики. Так, я думаю, кораблей мне уже хватит. Так, что у нас здесь с конюшней? Вот тут конюшня, кстати, нормально будет. Сколько ходов до... О, одна, один ход до... До школы. Так, а здесь у нас... Что имеет смысл построить? О, кстати, уголь. Файт. А скажете, когда ход закончить? Да, скажем. Сейчас можно, кстати, его сбросить. Виттенберг, а где этот Виттенберг? Ну, так. Что, Венеция, что, и деньги тратит на подкуп городов-государств? Хотя у него тут может быть наземная армия, кстати. Надо бы сплавать, посмотреть. Он может через Виттенберг сейчас наземную армию какую-нибудь там, например. Ну, с другой стороны, зачем ему наземная армия там, если я тут нападаю на него? Ну, давай. Постреляй меня. Нежно. Зоопарк не помешает. Блин, опять. У меня на Ниндзе тормоза реально. Бил хостом, я не тормозила. Производство немца. Да, производство немца офигенно. Но он отправил караваны. Ганзу построил, отправил караваны. Ну, да. Ниндзе просто автоматически с запуском цивилизации программа, которая всех дедосит, запускается. Что, подожди еще раз, скажи, не разобрал конец. Ну, я говорю, что, мол, ты всех дедосишь. Зачем мне это? Ну, потому что ты не очень хороший человек. Ну, это не совсем так. Как воевать вот в таких условиях, а? Ну, вот объясните мне. Я не думаю, что, конечно, можно нормально воевать. Ну, не до конца. Ну, блин, вчера же я играли, вроде бы, что нормально ходили. Че, мне попускать? Нет. Жди конца таймера. Здесь еще по-херю тут все, весь свой флот. Ну, блин, ну, это невозможно. Это, блин, не игра. Интересно, что сделать, шеет. Снесет немцев пока еще много. Это не игра. Или меня поедут добивать. Пусть меня тут сям уже прессует. Смотрю, ничего не прессует. Просто маленькая легкая проблука. Конечно. Сейчас скоро придет тяжелая артиллерия. Если он на немца нападет, то он явно, ну, как бы, не выиграет. Наоборот, у него не будет соседей таких. В смысле, за счет немцев. У немца производства есть, он долго не будет захватывать. Куда он оселится. Наоборот, потеряет шанс. Это не будет так, что теплота на за 10 ходов захватила у всего немца. Да и армия у меня не последняя. Далеко. И это еще не апнутая. Так, значит, мне, чтобы радио открыть, 5 ходов электричества. И Оксфордом радио надо будет. Так. Школы. 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 А что я тут циркус-максимус не строил? Опять вот эти загрузки сейв. Я тут циркус-максимус в этом городе давным-давно хочу построить. О, нифига себе. Венеция до этого еще не в войне была, оказывается. Тут я менял... Я, Свет, уже повоюешь с Венецией тут. Ну, рыцарем своим. Тут важнее сначала маяк построить, а потом рыбозную лодку. Причем я это менял в прошлых сейвах. Но уже... Я думаю, ты справишься, я вам тебе хапеллитов даю. Нет, ну там просто рыцарь стоит как раз рядом с венецианским мечником. У него уход закончился. А, тогда ладно. Говорю. Ну, вроде нету тут армии, ладно. Тереть я, короче, уже не выстоял. Кто у него стоит? Венеция. Ну, кромки недостаточно много. Ну, блин, трещи. Точнее, крайне мало, одним городом. Я бы тебе помог, только... Ну, блин, у меня у самого ужасная ситуация здесь. Ты понимаешь. Да я... Сейчас, блин, это увеличится. Скажем так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать. У меня фрегаты в моем заливе стоят достаточное количество. У нас в серии юнитная армия идет просто выносить кель. От кого у вас? Шведа, что ли? Похоже. Он использовал... Да что я вам все про стратегии да про стратегии. Я знаю, что большинство из вас смотрит мои видео только чтобы услышать рекламу 2GIS. Кстати, а вы в курсе, что 2GIS может сориентировать вас не только на улицах города, но и в торговых центрах? Подробная карта с указанием магазинов, кафе и парковок значительно упростит ваш шопинг. И, возможно, убережет от ненужных покупок. Правда, к сожалению, не во всех городах пока это работает, но в самых крупных точно. Так что заходите на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте приложение для вашей платформы. 2GIS, если быть точным. На ниндзя с твоими лагами играть невозможно. Можно еще раз поменять хостер? Ну, то есть я не знаю, какие у вас лаги, но все нормально ходят. Я все технологии, которые могу украсть, это оптика. Это вообще просто ужас. Ну, успел. Ну, кто-то химить увел. Ну, капец. Что это за подняс? О, это, короче, этот швед был. Это был немец. Ниндзяка. Ниндзяка. Это водяка? Нет. Подляка. Да ладно, я под этого подзащитника я же решил взять. Знаете, я, наверное, как возьму Венецию, пойду сразу на Камболе. Блин, он сейчас будет меня тут выносить, конечно же, блин. Пока нельзя там развивается. Ну, замечательная инициатива. Больше. Пропали мы с тобой, Кель. Да. Ну, у нас был хороший совет с такой. Дружочки. Пирожочки. Именно. Вот, пока все не низкооперировались там. Три промки против полторы промки. Как-то нечестно. Я уже вижу, хакапелиты сюда бегут. Ну, капец, короче. Все ужасно. Мы все умрем. Блин, а что, химия, металлогей никто не открыл? Я открыть. Не хватает довольствия? Да. Я открыл. Что? Химию. А, значит, кто-то уже тоже открыл меня. И это не только ги уже открыли, да. Ну, теперь можно не спешить. Можно спокойно смотреть, как он будет обстреливать. И там что-нибудь делать. Потому что... Э, блин. Вот это... Это я зря. Ну, меняйся. Так, сейчас попробуем. Сиан, ты не у того воруешь. У Венеции, как бы, наука. Какая же плохая, как и у тебя. Я вас игорчу, самая плохая наука. Почти у меня. Какой процент? 50 процентов. Я предпоследний. Отлично. Понимаешь, Нинза. Ты подлый обманщик. Это раз. Во-вторых, ты всегда прикидываешься. Третьих... Ну, у тебя не может быть меньше 50 процентов. Учитывая то, что ты открыл больше тех, чем... Я тебе скриншот скину там, где у меня не меньше 50 процентов хочешь. У нас всего играет как бы 6 человек. Ты не можешь быть физически на пятом месте. Я тебе говорю, что у меня меньше 50 процентов. Я тебе скриншот могу кинуть. Ой, да зачем? Мне ровно 49 процентов. Электричество. Переходов к Сурдскому университету. Переходов к Сурдскому университету. А кто на тебя делал в Венецию? Берут ему. Венеция падает, да. Ну, тут без вариантов было. Если бы ты ему помогал, то он бы может быть... Нет, без вариантов было с первого хода, как только я столицу поставил, увидим какие тут места. Нет, без вариантов было, как только ты Венецию выбрал. Потому что давать развиваться Венеции, оставлять ее на вторую половину игры, это... Ты и так, я думаю, что ты и так, я вижу, ты дофига смог фрегатов накупить на свои деньги. То есть все равно у меня проблемы были. Понимаешь? Ну, в Венеции это не прям такой сладкий сочный город, тут только железо много. Так, этот у нас стоит в лечебнице. Ох, я уже испугался, что опять Сусина. Это ты для меня дороги построил, да? Ты просто что-то не можешь по ним бегать, но все. А он на будущее построил, чтобы как бы захватиться он смог. Многоходовочка. Да. Ну, следующим ходом Венеция берется. Кельт, принимай предложение скорее. Красиво. Это еще не все. Остатки сливаешь роскоши, да? Все, Кельтур. Это не очень не все. Мне главное Венецию не аннексировать, а пока марионеткой сделать, пока тут Оксфорд не построится, кстати. Деньги, наркотики, рок-н-ролл. Надо специалисты посадить. Спасибо, Венеция, если бы я мог, конечно, то я бы тебе помог. Да, ясно дело. Тут вряд ли можно было бы помочь. Ну, я считаю, что за Венецию нельзя в FIFA играть. Я никогда... Если я могу, я Венецию не оставлю в живых. На вторую половину это... Там, ну, блин, невозможно. У тебя и так сейчас учат дохрена денег. Кстати, ты их зря тратил на Виттенберг, например. Зачем ты покупал его? Виттенберг я не покупал. А как он стал твоим союзником? А он не мой союзник, он не только... Ну, он уже не союзник. Наверное, ты скельт там. В Виттенберг не был моим союзником вообще никогда. Я не тратил ни одной монеты на покупку города. Только если дарил, ну, точнее, приходил своим купцом. Я ж не идиот в конце концов. Ну, прям уж идиот. Прям. Если играю за Венец, то что, я уже умалишенный, что ли? Единственное, вот я только не знаю, что делать с городами остальными в Венеции. Их, блин, захватывать нафиг надо. Их же удалить нельзя, сжечь нельзя. Стой, стой, стой. А Геную и Катманду можно сжечь в Венеции? А освободить тоже нельзя? Нет. Нет. Почему Геную и Катманду, почему ты думаешь, что их можно? Можно, да, я уже пробовал. Освободить нельзя, только сжечь. А, сжечь все-таки можно? Ну, можно будет заняться. В смысле, это единственный способ, как ГГшка можно сжечь? Походу, да. Или это подаренные города? Так, какие у нас тут? В Венеции, спасибо за их. Да, спасибо. Спасибо за их. Приятно. Отлично. Ты еще их мучить будешь. Давай. Так, иначе я уже никак не выиграю, города мы не строим. Ну, ты знаешь, ты в курсе, да, что ты... Даже ты в столице уже строить ничего не сможешь. Туда, куда тебя перенеслась столица. Я собираюсь деньги передать, и попробую одну штуку сделать. Все, короче, Венеции нету, можно это... В конкурсе не голосовать за эмбарго ГГшка. Ну? Нет, все равно надо... Горить нельзя. Все равно голосовать за эмбарго. Я больше ради тебя предлагаю это голосовать. Это... Предлагал это голосование. За что вы меня так не любите? Сишь, прекрасно видишь, что тут келет рвется. Рвется, да. Ну, рвется, да. Кое-что рвется, там, кельта, конечно. Капец, конечно, с этим ЗОС-промкою немцам. Просто жесть. Ну, блин, все построил, там, открыл это шлининг. В три раза больше населения. Я тоже все построил. А так я ищусь, чем коряк. У него плюс 15% от его караванов. Прибавь, вот, отними 15% от того, что ты видел. Там все равно будет дикое число. И минификаторы. И плюс у него еще явно караваны на производство бегают между городами. Да, она победила, что я. Но у меня пищи достаточно, смысл нет. Тем более у меня ГЭС построилось. Ну, еще и ГЭС. ГЭС, это и воюешь с кельтом. Ну, в смысле, ты в состоянии войны. Лучше юниты передавая, но же дружим с тобой швец, а тебе бонус великим людям идет. Ты меня спрашиваешь, или шведа? О, алюминий в Венеции не зря захватил. Венеция, подари рабочему. А, это же уже не моя территория. Да, а ты что там пытался сделать? Да я рабочий в этом долго вел. Думал академию свою проломать. Так, ладно, всем спасибо за игру. Давай. Давай, пока. Пока. Было приятно поиграть. Ребят, если вы не против, я отойду на минуту. Давайте пока не воевать. Я скажу, когда вернусь. Кикать в Венецию. Сейчас или на следующем. Если на этом ходу кикать, то юниты еще раз походят. Швеция... Можешь кикать, у нее нету юнитов. Тут, во всяком случае, умеяк. Это город обстреляет. Швеция, так ты будешь дарить мне юниты или как? Просто ты же не в состоянии войны. Понимаешь, я лучше себе доверяю. Я хорошо воюю, у меня честь прокачнута. И плюс у меня статуя Зевса. И в общем... Они вкачаны у меня очень жестко. Ну и плюс национальный эпос. То есть плюс 45 к атаке, грубо говоря. Точнее, плюс 30. 45 против Града. Даже мне один город хотя бы отдашь, да? Мне просто здесь... Я отдам, отдам. Мне не надо. Я тебе отдам Дублин. И Эдинбург, да? Да, все, отдам. Я вижу, что отстаешь. Поплыву Гамбург брать. На всяком случае пробовать. Там, конечно же, защита побольше, чем у Венеции. Но можно... Еще можно постараться взять. Так. Девять ходов сопротивления будет. Ну, неплохой Венеция город. Согласитесь. Получше, чем у меня, во всяком случае. О, сколько железа сразу. Нет у него, правда, угля, зато алюминий есть. Смогу воспользоваться алюминием. Смогу воспользоваться алюминием. Вся, автократию принял. Все там уже построили фабрики. Один я без фабрик пока сижу. Хотя, может, уже... Да. Уже можно начинать фабрики строить. Так, тут производство. 59, 36, 41. А с Венецией можно мир заключать? Можно. Не, мы с пустыни со мной подольше помучатся. Ты как думаешь? Не хочешь, да? Ладно, давай. Да, сейчас скину снова. Что-то мы немцу кучу денег. Так, все остальные лечатся пока. Так, где у меня тут... Великий артист писателя поддержим. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, меньше чуть будет науки, но... Так как у нас принято... Для счастья взять? Ладно, пока счастье у меня есть. Сиан, ты бы мог бы просто выкупить клетки и потихоньку продавливать генералами. Прикольно. Этерны, а что? А, Нант, это был твоим городом, и ты его подарил? Да, за пиццу. Понял, понял. Или этих оставить тут. Мы голосуем за эмбарго... За эмбарго сити-стейт, за эмбарго городов государств. Не слушаю, я не слушаю. Иначе у нее в Германии будет офигенное производство. Готовится, зазберяться стал. Начментарту надо поставить. Так, надо плыть в Венецию. Обрабатывать алюминий побыстрее. Сиан, ты меня слышишь? Что? ЛИРИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА РИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА так что у нас тут еще не построить тут уже по моему все обработано все клетки доема доема полечусь пойду геную захватывать еще один ученый пока складируем ученых в закромах объясню почему сейчас не очень страшно то что у меня минус эмбарго я же не с кем я торгую наш он тебя эмбарго предложили до видимо превентивно давай халецкий тоже помогая скейтам конечно между сейчас флот суши а как когда сможешь на то что и чтобы и на немца напасть заодно когда только с разделаемся с западным фронтом то есть ты хочешь вообще полностью просто вообще уничтожить кельта окончательно надо сиаму отдать дублин ну дублин можно отдать обещал так что ну дублин захватить и достаточно просто там немец будет все дальше и дальше улетать а у него есть город на воде я на могу на гамбург напасть но я боюсь тогда что он по земле на меня пойдет то есть мне хотелось бы чтоб ты на мюнхен параллельно напал до гамбурга я доплыву где-то ходов через шесть хорошо буду медленно готовится я просто сейчас пачку начале на запад пачку я отходил к чему вы там готовиться будете выносить тебя будем тотально просто я отговариваю шведа тотально выносить кельта его надо ну как швед усилиться за счет выноса кельта расскажи города получит швед кельт и сами прям станки заночка прям и ребята что что нельзя в игре нет смысле а были жил я в конце за еда ё-моё я и за следующий ход начался его давайте зайду будем надеяться что ничего печально не произошло я что-то реально вообще забыл там еще все молчат главное нам все равно тебе что не все равно что вы не ходят юниты блин о чем я тоже не ходит давайте лучше давай сейф смотрите все обалдеть понятно что за подлец мешал нам становится что воен как ну я хочу всем начало это уже ночью и а я-то не хожу ну кто-то не ходит значит мамка хорошо или зайдите на раз и я перезайду так не надо будет наземных юнитов поднастроить иначе тут ними сможет меня снести тонгу просто просто в лед так пока везде фабрики строятся окей я все сейчас перезайду откатить сейчас перезай я похожу и юнитом последним откачу пока михаил не заходи поздно я запаху ну зачем искать и за 40 секунд на спешку скейка же не эскейк нажми ну давай вот теперь заходи вот у меня еще алюминий чего ты можешь нажимать что-то я не заметил эмбарго на города государства прошло счастлив нельзя я вас тайно ненавижу все тайное становится явным вы за это заплатите сколько это по тысяче пожалуйста то есть сейчас это примерно ну не знаю 15 долларов на нет нас тысяч тысяч это 15000 уроки экономики от ниндзи какие собственно блин у меня герда скоты не растут скота базы вот скоты так плюс одно счастье пока я тоже не хочу расти банная сток эксченч так это все мне не надо все мне не надо так что после сток эксченч надо армию поднастроить так во что я тут пойду вуланов так пикинеров у меня есть и райфлмэн и потом что можно мушкетера фаст клик это когда ты должен видеть в начале хода у тебя прописывается что что-то происходит значит это фаст клик то есть это в начале хода походил если он про атаковал кого-то как 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 можно определить это был фаст клик у тебя посередине экрана будет надпись что твои юниты а так были атакованы если то она съесть да но если он в конце хода то это надпись исчезнет как бы когда начальных ход начнется понимаешь то есть практически грубо говоря она сразу исчезнет а если ты если он атаковал в начале хода то это надпись будет ну довольно долго висеть не знаю там секунд десять наверное статуи свободы уже вышли а так так с выходов счет венеция будет так фабрику построили тут еще категэс я смогу построить но только здесь и в венеции собственно венецию хочу аннексировать когда у него закончится сопротивление умереться не хотите нет отдай ты им город я уже в регионы вышел уже 10 у меня чем не отдавать а то что я к тебе плыву а то что у меня дофига фрегат в цене смещение я не верю что у тебя дофига фрегатов поэтому ты можешь не верить но ты просто честно скажу лишь ты не видел моя территория если ты ее видел ты бы не плыл сюда но сейчас ты прикрываешь и сам это все видишь классно давай я жду тебя в гости выпьем вместе ирландского не я вижу что ты уже арту апаешь но я не думаю что тебе это сильно поможет хоть один город я у тебя да возьму нет не возьмешь а я на самом деле плыву к немцу пускай немец там немножко расслабиться да демография конечно трындец немец улетает только в путь надо помогать шведу у и и и и и и и и и он немцы чтоб немец не видел что и тут проплываю так перехода еще у венеции сопротивление им 127 ходов примерно, да? Что-то культурки у меня маловато, откровенно. На этом пока все. Продолжение смотрите через день или два, пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк, вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что доставили до конца. Удачи и играйте в умные игры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok